хотите спросить насколько мне плохо нереально плохо реально нереально плохо вот что значит быть ресторанным критиком и ходить по разным ресторанам чтобы попробовать разную еду и потом высказать свое мнение еще вчера когда мы сидели в сатьяга де кубе на мамайке в ресторане катика и давай не будем есть этот пасту с лосося чувствуется что она там нахимичена вся что он во первых это не за лосось какая-то консерва плюс это какая-то там химоза какая-то конкретно ну я типа как бы жалко да покушаем жалко мы съели чуть-чуть остальное скормили псу дома в два часа читали или еле уснул в 4 а проснулся и больше не заснул потому что мне всю ночь тошнило плохо и до сих пор плохо уже все что можно там антарос гель там какие-то полисорбы там очень мало мест в сочи где можно вкусно покушать и безопасно ну насчет безопасности как бы больше места вот именно вкусно покушать вообще мало единицы а мне к девяти часам надо в автосервис чтобы масло поменять на машине я думаю все равно не сплю какая-то нравится где будет тошнить здесь или там прямо в порту кудепсты рядом с домом принципе 10 минут езды мне есть автосервис достаточно обычный простой надо поменять масло фильтра все заменить и кондиционер заправить а то клиенты приезжают в том числе из youtube 7 и спрашивает димочка можно кондиционер то жарком машине писать и как она же растает а мне кондиционер ранее я бы закончился по моему фреон надеюсь что он не сломался и вся причина только во фреоне и надо его просто заправить еще маркс лагеря приезжает надо его встретить не знаю сейчас я может быть оставлю схожу в аптеку и до пляжа дойду говорят реконструировали пляж кудепсты правда жара такая что невыносимая не знаю как будет очень ребята берегите себя и спросите у нас каких ресторанах можно кушать и каких нет теперь мы точно вам ответим где не надо есть все я на мамайке я буду это проходить мимо этого ресторана теперь каждый раз и буду все время говорить рассказывать про то что я отравился в нем но больше негде было больше ничего не ел только там поел и все берегите себя в общем самый обычный сервис самый простой в кудепсте вот если кто был в кудепсте катался на корабликах на рыбалку ездил тот знает что вот там вход там вход вы садитесь на кораблике и плывете там рыбалочка все дела там не знаю в том году было 1000 с копейками вот самый обычный сервис вот оставил андреевны машину я эксплуатирую ниже ее обслуживать потом скажу вам что сделал принципе масло поменять фильтра и кондиционер заправить я попросил все самый обычный сервис ознакомлю вас потом с ценами а сам пойду пока наверно счет мне так тяжко что стоять здесь на жаре не могу пойду куда-нибудь в сторону моря посмотрю как переоборудовали пляж и переоборудовали ли и заодно в аптеку зайду чего не куплю иначе невыносимая история куда-то речка впадает в море которая приходи периодически выходит из берегов и вот вы знаете если смотрели если наберете сейчас в ютубе и где-нибудь загуглите наводнение в кудепсе увидите как эта речушка выходит из берегов и так как там стоянка обычно яхт маленьких этих катамаранов они периодически туда уплывают и там тонут и коммерсанты терпят убытки конкретные причем убытки это вещи которые тоже стоят по 10 миллионов рублей то по разному такая вот история здесь поэтому принципе если сейчас опять штормить немножко спокойно была погода с детками покататься можно прийти порыбачить мы в том году пару раз выезжали а так мы обычно сюда не ездим просто мне эльза массажистка с мамайки сказал что якобы они реконструировали каким-то образом пляж вот я хотел посмотреть как вот люди рассказывают пиво напились вином траванулись это я еще понимаю на самом деле вот мы не пьем не курим так вот здесь можно зайти на самом деле на пляж вот здесь можно зайти можно дальше пойти я здесь не подойдет а совсем около речки не хочу все равно более грязная да около реки все равно как не крути более грязно то слева парковка принципе уже не мест нету вроде бы сейчас посмотрим а время 9 10 то я только-только оставил получается машину уже уже мест нету но вот эти магазинчики в том году все было то же самое пока ничего нового не вижу если конечно я бы вчера если бы с этой ужасной водой бы ой ужасной едой бы выпил бы водки например то наверно бы мне не было плохо потому что все бы дизонтерия бы прошла нормально бы все было бы хорошо а в итоге видите я не пил чеку попил это самое плохое то ты не пьешь видишь здоровый образ жизни стараешься и травишься какой-то едой до из них недобросовестных закупчиков там или поваров еще и платишь за это за все это меня вообще очень напрягает я сейчас разбитая извиняюсь за несвязанную речь какой-то но кстати они ее заасфальтировали в том году по моему она не была заасфальтирована по моему нет так пункт полиции фруктами прорыв торгует нам еще марка надо сегодня встретиться школа с этого с лагеря у на 10 дней ездил в лагерь от своей от своей кибер школу куда он ходит заниматься программированием на улицу роз вот они ездили на 10 дней на красную поляну конечно дорогое удовольствие 10 дней стоит 65 тысяч рублей но ему очень понравилось ими там конкретно занимались то есть именно могли бы здесь плиточку заложить некрасиво да историческая вот эти подтеки что это такое что это такое что это такое вот это что за грязь мусор на мамайке такого нет сразу чувствуется уровень так ну что в принципе зашли народу пока нет с утра ну то что я говорил вам корабли река там людей пока нет в принципе места достаточно не знаю если только понадеяться что чем правее тем чище из-за этого можно пойти направо а так вот такая вот полоса видите вы можете наблюдать ее короче марку очень понравилось в лагере 65 тысяч за 10 дней но там все время черта не занимается то кино снимает то какие-то конкурсы то сокровища ищет еще что-то но короче круто в этом плане попросился на вторую смену но к сожалению возможности такой сейчас нету у него 15 числа день рождения а вот я говорю пускай приезжает домой будем вместе праздновать хочется сказать сказать слово сходим ресторанчик но если честно страшно говорить такое слово после вчерашних событий так но вот это вот не было вот это вот не было вот этого нет вот так вот здесь было здесь было здесь было открыто культура общения культура общения пожалуйста мат на мать и мат на мать хотя бы чтоб люди не слышали да вот этого не было но я хочу вам сказать что у нас от пляжа кудепс ты тоже плохое впечатление потому что помимо того что здесь вот так вот достаточно не облагорожено ничего видите да это полу дикий пляж не шезлонгов, ничего. Там есть немножко такое ощущение, что сюда приезжают люди, которым это не нужно. Или которые никакую не хотят платить. Но я в это не верю. Если сделать по 200 рублей лежаки классные и зонтики по 200 рублей, как на Мамайке, будет все занято. Просто, значит, не занимаются люди. Коммерсанты, значит, неправильно занимаются. Вот этот ресторан, который был, вот этот, по-моему, если я не ошибаюсь, здесь был ресторан. Вот. По-моему, это вот именно здесь был ресторан. Мы в том году в нем ели. Безумно не понравилось. Мы остались под ужасными впечатлениями, просто ужаснейшими впечатлениями от этого ресторана. Ну, вообще, все понятно, что ничего не понятно. Вот, собственно говоря, и весь пляж. Я нам сейчас в тенечек пристроюсь, потому что мне это дико дискомфортно. И подожду, пока машину сделают, чтобы там не сидеть, выхлопными газами не дышать. По поводу моря я вам скажу. В Хосте у нас, вы знаете, мне не нравится вход. Мне не нравится то, что там река. Здесь отдельно я выскажусь. Я не помню, один раз мы были здесь, купались. Я вам скажу. Потому что вход это тоже важно. Если ты там заходишь, как в Хосте, там валуны сплошные. Дискомфортно. О, пожалуйста. А вчера где были? Вчера на Мамайке. Ну, на Мамайке хороший вход, нормальный. А, нет, я извиняюсь. Ресторан вот он, который нам безумно не понравился. Вот он. То, видимо, еще один делают. Вот этот, видимо, ресторан. Этот на месте. Да, вот он. Не помню, как он называет. Сейчас посмотрю. Если они не поменяли, поваров и так далее, кормят просто отвратительно. Реально. Коммерсы не обижайтесь. Делайте выводы. Если вам потребитель говорит, что это реально невкусно. Причем не вкусно было всем. Детям, Андрею, мне. А мы люди такие непривередливые. Если оно хоть маломальски вкусно, мы говорим, что оно вкусно. А если оно невкусно, то мы говорим, что оно невкусно. Вот за этим столиком мы сидели в том году и кушали. И было невкусно. А вот здесь мы купались. Тут тоже можно посидеть. Места красивые, посидеть чисто. А вот тут мы купались. Вот тут. Вот тут мы купались. Ладно, я дальше не пойду. Потому что сил моих, простите, нет. Тут мы купались. Тут, кстати, да, лежаки. Мы брали лежаки. Вот, чувствую, человеку хорошо. Вчера вечер пошел. У него лучше, чем у меня. Он вчера, я думаю, нормально. Но надеюсь, что он так лежит, потому что он вчера хотя бы выпивал. Вот. Пойду-ка я рядом с ним там тоже прилягу. А вот. И пойду уже скупаюсь. Если туда пойду, там уже дикие пляжи, хосты. Ну, вон где вот сейчас барак красный, сейчас я вам покажу, приближу. Это уже наш пляж. Видите? Вот. Там это санатория Прогресс, там всякие яхты сгружают, но там сейчас уже ничего не работает. или МЧС, это какая-то там подстанция. Ну, одним словом, это уже наша хостя. Все, вон уже, видите, Аврора, вон она виднеется. То есть это уже наша. А между Кудепсто и хосте получается есть дикие пляжи, говорит, нудистские. Ну, я не знаю, не ходил, никогда не смотрел. Если вы живете в Сочи и любите море, то всегда с собой возьмите сумку в спортивную машине, где будут плавки, полотенца. Вы всегда можете поехать машину сдать на ТО, пару шагов и море. Или там ребенка отвезти куда-нибудь в садик и море. Или еще куда-то заехать по делам, раз-раз купаться и дальше. Если пляж хороший, типа как мамайка, оборудование, ополоснуться, всегда есть где от соленой воды. Переодеться, можно в конце концовую машину и вперед, ехать дальше по делам. Ну, в общем, что касается входа непосредственно в море, вход хороший, без волнов, без ничего. В принципе, вопросов нет. Есть небольшие там какие-то валунчики, но так, не криминально. Если с хостой сравнивать, то минимально, по крайней мере, в этой части пляжа. Водичка сегодня достаточно чистая, несмотря на то, что стормит, нормальная. Теплая, как обычно, поэтому щебеночка хорошая, мелкая такая галька. Поэтому вопросов вот к этой части вообще нету никаких. Можно купаться. вот в такую погоду штормовую я вам не рекомендую ездить на рыбалку. Это сейчас одинокие волки едут на рыбалку. А вон они туристы, смотрите. Вон они уплывают, по три, по четыре раза в день выходят в определенное расписание. И вон они, представляете, там какие волны. Меня бы сразу укачало, то есть, ну, меня вот укачивает на волнах, какие лекарства мне не помогают, поэтому я пробовал. Не в такие даже волны, а гораздо меньше выплывать, и это было ужасно. Поэтому я вам не рекомендую. Если хотите морскую прогулку, лучше штиль. Смотрите по погоде, чтобы был штиль. В принципе, люди подтянулись. Но уже и 10 часов. Уже 10. Никому не желаю это травануться в Сочи. Это вообще. Ну, не только в Сочи, в любом городе. Напишите, пожалуйста, в комментариях, особенно женский пол, как вы спасались в тот раз, когда вам было плохо от того, что вы там что-то съели или что-то выпили не то. Ну, одним словом, получили пищевое отравление. Чем вы спасаетесь? Может, какие-то есть препараты уникальные? Потому что я, кроме как вот этого абсорбента, который называется... называется... Господи, забыл. Вот уже всю ночь его пил. Это раз гель. Я ничего... Ну, полисорб еще, но я его из чего-то не стал пить. Не понял, как его разводить. Может, есть какое-то уникальное средство, с помощью которого можно быстро прийти в себя, реанимироваться. Надо пойти еще разочек скупаться. Может, попустит маленько. И надо себя заставить все равно съесть попозже супчик, после обеда. Сейчас воды много пить, я знаю, надо. Вот я пью много воды. Потом надо себя заставить съесть супчик, мне кажется, куриный. Полегчает. Приезжайте в гости. Название ресторана всем скажу хороших. Фух. Решил пройтись до конца пляжу. Подошлепанцев нет. Пойдется босиком. Не думал, что скажу это, но вы знаете, обстановка все равно на пляже в Худепсе, хоть он мне не особо нравится, лучше, чем на пляже в Хосте. Потому что там, помимо гальки, есть еще такая мелкий, песком даже не назовешь его, типа грязь, а здесь везде галька. Нормально. То есть ну вот реально сейчас говорю свое мнение. Сама обстановка, вот более-менее хоть какая-то ухоженность здесь присутствует. Там все все равно еще, так сказать, хуже, если можно так выразиться. Вот. не такой уж и большой, но в принципе и не маленький. вон докуда идет аж. В принципе не маленький. Да, без шлепанцев ходить больновато, зато полезно. Надо возвращаться по морю, по морю не так больно. Ну вот, все. Какой-то пляж закончился. И начался полудикий какой-то пляж. Вот. Вот такая вот история. Но многие, смотрю, идут дальше. Не знаю, может там медом намазано, может там лучше. Я ничего такого сверхъестественного не вижу. Детей много. может там еще лучше вход. Короче, знаете, что меня удивило? Сейчас вам скажу, что меня удивило во всей этой истории. Еще, кстати, это очень интересный факт. Здесь вообще очень удобно здесь идти. не больно. Меня удивило во всей этой истории следующее. Если немножко отплыть туда на глубину, где метра три глубина, и нырнуть, нырнуть, то там песочное дно. То есть обычно я на разных пляжах ныряю там, где поглубже, просто смотрю, какое дно. И здесь, на удивление, оно песочное. Такое ровненькое песочное дно. Очень интересная история. Необычно. Здесь все равно больно идти. Но говорят полезно для ног. Полезно. Я не думал, что у нас там такие времена, я это скажу, но на сегодняшний день, да, в Кудепсе лучший пляж, чем у нас в Хосте. Расстояние это мизерное друг от друга, пляжи рядышком. Разделяется только диким пляжем, но в Кудепсе лучше. Во-первых, везде галька, нет этой пыли грязной, которая у нас там, у нас просто сплошная пыль. Во-вторых, пляж все равно. Ну, пляж может и такой по расстоянию, но вход в воду, вход в воду гораздо лучше. Вход в воду гораздо лучше. У нас, конечно, в Хосте есть великолепное кафе 5 пятниц, где можно поесть очень вкусные хинкали и кофейня прикольная. А вот, а здесь вот, еще раз говорю, ресторан в прошлом году был ужасный, в этом году может быть лучше. Вообще, в Сочи хорошо. Приехал в сервис, бросил машину, пошел, скупался, машину забрал и везде есть море. Это большой плюс. Это огромный, огромный плюс. Пойдем заберем машину. Фух, неплохо, неплохо. Кстати, я вам напоминаю, что у нас в Кудепсте находится ЖК Флора, жилой комплекс Флора, статусом квартиры, и ЖК летний. 46 гектар будет освоено, будет набережная, прям до моря. Совсем рядом здесь, полтора-два километра. Можно пешком на море спокойно ходить. Поэтому, кому нужны предложения, если за наличку от инвестора, можно по ипотеке говорите, обращайтесь, я дам вам лучшие цены. По Кудепсте, кто рассматривает Кудепство себе, для проживания, либо просто для временного, так сказать, пребывания. Так, ну что, пойдем забирать мою машинку, где она, кстати? А, вот она уже стоит, уже стоит, хорошо. Сейчас иду с пляжа, парень на Бэхе едет, на вот этой, на вот этой вот, Бэхе, вот этой, которая стоит, и на бордюр заруливает, короче, и колесо, оба, и продырявил, короче, колесо. Я ему говорю, езжай быстрее, 100 метров, успеешь, за шиномонтажа. А вот он приехал, красавчик, хотя бы успел. Посоветовал. А так бы сейчас стоял, бедненький там, на диске. Ну давайте, что, забираем машину, смотрим, почем нынче на Руси жить. Хорошо и нехорошо, да? Я не все сделал, я щетки еще не поставил, чтобы вы понимали, щетки стоят четыре с половиной тысячи. Обалдеть. Ну давайте посмотрим. Вот чек. Вот чек. Ничего такого, сверхъестественного, да? 2700. 2700. Что я сделал? Что я сделал? Нынче цены вот такие. Что я сделал? Что я с вами сделал? Фильтр масляный. Замена недорого, вроде 500 рублей. Воздушный 100 рублей. Фильтр салона замена 200 рублей. Кондиционер, заправка 1000 рублей. Электрик, сброс, межсервисный тормал 200 рублей. Итого 2000 рублей, вроде всего, на вся поработа, да? Но теперь переходим к самому интересному, к материалу. Материал, чтобы вы понимаете, тоже ребята продают. Масло. Масло. Четыре литра. Первое. Девять, сто. Еще два литра. Два, пятьсот. Вы понимаете, да? То есть, а нет, один литр, точнее. Получается, у нас 4, 5, 6 литров всего. 6 литров, то есть, одно масло выходит только на 14 тысяч. Только одно масло выходит на 14 тысяч рублей. 6 литров масла. Представляете? 14,100 получается. Масляный фильтр, который раньше стоил всего-навсего 500 рублей, стоит 1840. После понятия воздушный 590, салона 470, фреон 1250, масло кондиционера 100 рублей, краситель для определения утечки, но они проверяли у меня, почему такая утечка. Там вместо 500 грамм всего лишь 50 грамм было в системе. Но с моей покупки ни разу не заправляли. А машина 17-го года. Короче, и батарейку поменяли в пульте. Короче, 2700. 2700. Вот, пожалуйста, просто замена масла, резину. Вы тоже знаете, на днях я покупал, да? Хороший резин 25 тысяч, колесо 100 тысяч. Я купил самую дешевую за 60 с чем-то, по-моему, да? Поехал домой. Марик едет с лагеря. Марик едет с лагеря, сейчас мы его встретим. Где там он? Блатной автобус у них. А я просто не понял, где он. Зумал, куда-то надо заехать, ну и все. Привет. Спасибо. Давай, все, пока. Пока. Все, до свидания. До свидания. Погнали. Как обстановка? Подрос. Подрос, говорю. Сколько? Научился выживать без телефона. Научился выживать без телефона? Я телефона не могу. Сейчас-то хоть отдали? Сейчас отдали. 10 дней без телефона, даже как-то с телефоном сейчас я могу сказать. 10 дней без телефона были? Да, мне вообще сейчас вообще на телефоне про мейтубы ничего не делал. Я хочу, чтобы как-то не знаю. Пап, ты понимаешь, где мы были? Это вот было. Ну-ка, сейчас садись, расскажешь. Пап, у меня в лагере там только миллионеры, там мама директор завода, ой, папа директор завода. Там мама в день зарабатывает. Ну-ка, сядь. Садись. Там она еще... Короче, все, пока. Садись. А мы это как-то необычная семья. Мы не слышали, что он сказал? Он сказал, в лагере все были богатые, директора завода, пароходов. Мы, говорит, самая обычная семья. Нет, а мама у Марка такого же, как у меня. Так. Типа была мама, которая в государстве работала, а могла в день заработать 5 миллионов. В государстве? Да. В день 5 миллионов? Да. Он говорит, это может. Может, да? Понятно. Там у кого-то... Ну, не будем выдавать эту маму тогда, потому что если она государство, а не бизнесмен. Ну, ладно. Хорошо. Мы, в общем, самая была простая семья там, да? Да, еще там у кого-то папа был директор завода. Там некоторые сдали свою смену. Я даже в шоу-то. На вторую смену? Да. Еще 65 тысяч заплатили. 130 тысяч. Всего? Да. Слушай, ну ты научился выживать без телефона? Да. Да? Нормально? Да, нормально. Еще бы хотел поехать? Хотел бы, только в следующем году. Только вот мне еще ложатый Алис, Алиса поправилась. В смысле, по разлюбился? Нет. Типа, ну, как мама. Как? Типа такая же добрая, как мама. Добрая как мама? Я посчитал вторая мама, а я не буду. Понял. Ну, ладно. Поехали. Я только приеду в следующий раз, если там будет Алиса. Ну, ладно. Но она с вами работает там? Да, там вожата. Ну, а там у вас на курсах работает она? Где? Ну, там, где ты учишься, нет? Вроде бы не. Ну, ладно. Поехали в сторону дома. Все, пошел я лежать. Да, дальше, потому что плохо мне. Ну, не знаю, лежать, а что, плохо мне. Тошнит нереально. Макар, ты скучал хоть по Марку-то, а? Да, да, конечно. Ну, слава богу. Семья в сборе. Маленькая мама. Ой, как плохо, плохо как. Ладно. Надо какое-то лекарство. Какое-то лекарство надо какое-нибудь выпить. Ну, что, я пролежал в кровати несколько часов. Ничего, я вообще ни секунды не уснул. Так и не поелся, так же тошнит. Катя говорит, ты вот это будешь все снимать вокруг? Вот это, вот это все снимать. Она говорит, ты будешь? Ты понимаешь, говорит, что люди скажут. Я говорю, подожди, стой. Мы обычная семья. Я вам так скажу, смотрите, что было сразу... Твоя мама увидит, она сразу прилетит. А, твоя мама если увидит. Смотрите, какая ситуация. Она безумная, на самом деле, чистюля. И порядок для нее это вообще. Ну, то есть, она больной человек. Если что-то лежит не на своем месте, все. Ну, сейчас вы, конечно, засмеетесь, как бы, да? Но дело в том, что ей надо было сдавать экзамены по, что там, йоге, по какому-то очередному предмету, да. И два-три дня никто никого не трогал. И здесь, конечно, творится хаос. Дети живут своей жизнью. Я где-то что-то там работаю, где-то как-то. И поэтому это нормальная история. И не снимать это тоже не надо. Надо показать, что мы обычная семья, да. Которая сталкивается с определенными, так сказать, моментами. Да. Но потом... Ну, вы знаете, она каждый день она гладит. Она убирает. Она там постоянно протирает. Почему она туканетка? Я поражаюсь, честно. Это я там хожу с камерой, что-то бла-бла-бла болтоваю там этот. Ну, вот такая вот история. Вот бананы, пожалуйста. Как за эти бананчики? Вкусные. Я вообще могу сразу... Поздравьте, Андреевна сдала какую-то часть... Я сдала философию йоги. Было 22 вопроса. Я ответила на 21, и это опять. Вот. И противопоказания в йоге тоже сдала. Молодец. Выцвела фотографию дедушкиной бабушки. Кара, пока ходишь. Да. Карл здесь тоже. Так, а ты чего сюда подлез, а? Иди на место. Что хитришь? Почему хитришь? Так. Ну, тут тоже, естественно. И ты уходишь на сельдак. Так, что делаем? А, Катя. А? Что делаем? Какой... Пойдем. Катя, такие вещи здесь бросать нельзя. Катя, ну ты помнишь, что было? Что? Такие вещи... Не мой, папа! Сейчас. Сынок, это... Да, это химия. Пойдем тогда поливать сель. Пойдем поливать сель. Пойдем, пойдем. Пошли. Сейчас покушаю, мне полегчает. А? Пойдем, любимая. Ну что, дай мне одну хотя бы. Ну что ты как-то... Вот это уже неправильно. Не, у меня что-то обычно делают. Не, ну ты так делаешь всегда, да. Поэтому ты такая мощная. Да. Пойдем. Сынок. С нами? Ой. Да. Ну, Макарова. Надо вот на днях дожди будет. Вот у нас этот, вот, видишь, вода. Я не могу снимать, потому что у нас... Ладно. Макар, иди-ка сюда. Андреевна, короче, вызвала этот... Почему? Трактор. Здесь лежала куча у нас такая. Мы же когда-то мечтаем, что у нас здесь будет бассейн. Не, у нас здесь. Так у соседей. Это что? Пойдем, покажем, пока у соседей. Слушай, знаешь, что, Дима? Вот видишь, где-то это камень лежит. Большой? Нет, вот этот. Маленький, да? Я, короче, потом только увидела. Там сверток какого-то металла, такого-то стенного. Я подумала, может быть, это этот громотвод. Он же говорил, что он где-то здесь. А, ну... Я его пыталась выкопать. Ага. Я копала реально полтора часа. Я употела так, что потом разогнуться не могла, но не смогла. Он где-то глубоко. Ну, надо разобраться сначала, Кать. О, Славик отправит. О, Славик богатый будет. Кони с утра приходили. Маня у нас супер. Маня у нас, Пэссинга, прогнал их конкретно. В общем, мы хотим, конечно, чтобы у нас было так, да? Тоже, как вот. Мне нравится, столичка стоит. Да, вот. Мы хотим тоже бассейн, конечно, когда... Семья, смотрите. Ну, лучшая цена сейчас. Он опустился опять. Опустился хозяин. У него какая-то ситуация с деньгами. Вот эти два дома, посмотрите. Последняя цена была 24 миллиона. Сейчас они оба видовые, Кать. Да, так у них... Я же тогда была с тобой. Ты в одном была, а в правом не была. Они сейчас опять продаются по 18 миллионов. Опять продаются... Здрасте. Опять продаются по 18 миллионов. Поэтому клевая цена... Клевая, да. Это лучшая, лучшая цена в каштанах. Я имею в виду вот за такую... Там 190 квадратных метров, 5 соток земли. Клевая цена. Кто хочет быть моим соседем? Если кто-то... Пожалуйста, изменяем. Не... Не... Так, ну что? Не знаю, вот сделали веранду. Пока не понимаем, протекает, не протекает. Время покажет. Стой здесь. Стой здесь. Сынок, дай мама покажу. Давай. А я тебе показывал, да, эти дома, где я снимал в Кудепсте? Да. Я же нашла наш дом. Нет, ты наш нашла, а я вот тебе этот. Да. Вот они. Стой, Макар, подожди. Вот они дома. Спасибо. Беленькие и вверху есть каркаснички. Ты можешь оставить? Подается один каркасненький и беленький. Иди налей еще водички. Давай. Ну что, показывай. Ты какой плют? Дай я посмотрю. Какой вы палили? Эту плют. Молодец. Дай ягодки покажу. Да, ягодки. А что, дети едут? Мам, а ты сейчас занимаешься? Мама помидор. Да сейчас она освободится, сейчас она плюет. Ну что ты хочешь, ты для них? Вау, как это черри? Да. Офигеть. Вот, смотри. Хатюш, давай в следующем году засади весь этот. Посмотри, какие они огромные. Засади весь. Они уже, смотри, начали краснеть. Вау, класс. Поздравляем, умничка ты моя. Перчик не получился, ничего не получилось, хоть черри получили. В смысле? Вот перец, смотри. Иди сюда. Ну а ты запомнила, какой сорт? Ты ж не запомнила. Это магазинный. Вон перчики, видишь, маленькие? Вот, видишь? Да. А это укроп. Укропчик? Да. А где еще сорт какой-то, черный череп? Укропчик. Я сюда. Так, ну ладно, пойду перекушу. Пролежал, не поспал, ничего. Эдика дом. Вот он, видите, белая сейчас, это покрылка, краска специальная такая, я снимал, тоже есть на канале. 25 миллионов, 280 квадратных метров. Сюда не видно. На канале есть обзор. Но вот эти два вообще просто, по 18, просто самые шикарные. Так хочу их продать, хотя бы один. Косточки от черешни. Что-то у нас передали плохую погоду. Что-то мне кажется, сейчас она потихонечку-потихонечку перетечет какой-нибудь грозу и дождь. Сколько ж делов, а, надо сделать. Видите, что льется со стенки? С четырех дырек надо колодец сделать, трубы прокладывать. Колодец во весь рост сделать. Дорогое удовольствие. Тысяча, наверное, двести-триста обойдется. Минимум. Еще трубы сороковку или тридцатку прокладывать. Потому что это общая дорога, это не мой участок. Вот этот кусочек, это не мой участок. Это общая дорога. И туда все стоки будут сходить и под землей выходить, короче, на следующую часть. Что вы спрашиваете, что в холодильнике? Слушайте, да ничего вообще особенного. Вообще ничего нет. Вот ничего нет. Вообще ничего. Молоко. Ничего. А сегодня Марка хотели встречать. Купили вот на гриле сделать. Вот такие вот, я не знаю, стейки, не стейки. Такие простые достаточно они. Вот на этом гриле хотим сделать. В честь приезда Марка. Но, не знаю, будем делать, нет? Потому что еще Андрея у нас замариновала сердечки. Они любят, когда я делаю на мангале. Ничего нет. Это, кстати, нам привезли покупатели. И это тоже. Еще чуть-чуть осталось даже. Вот. Конфетки очень вкусные из Казани. Катюха любит колбасу. Вот, знаете, такую, короче, вяленую. Не копченую, а вяленую. Конину, там, говядину. Не вот такую колбасу. А вот именно такую вяленую. Ну, вяленая такая. Она подороже. Кукуруза есть. Кукуруза есть. Ну, в общем, эта рыба давно уже лежит. Не знаю, сто лет ей в обед уже. Привезенная из Таганрога еще была когда-то. Выкинуть надо. Вот. Поэтому я могу спокойно сесть. Первый раз за сегодня. Уже семь часов. Оторвал кусок курицы. Хочу вас есть. В надежде, что мне полегчает. Да я уверен, мне сейчас полегчает по-любому. Я возьмусь за работу. Так что простые люди кушают простую еду. Без какого-либо пафоса. Приезжайте в гости. Всех ждем. Думаю, полчасика почитать, посидеть. Пока не началось. Пока не началось. Сами знаете, что. Дождь. По идее, конечно, вот я так вижу. Так вижу. Что вот там, где эта качеля стоит. Вот это непонятно. Это Кате еще пару лет назад. Еще на террасе не была плитка положена. Я как бы купил ей эту качелю. По идее, она, конечно, должна стоять в другом месте. Потому что ты садишься на нее. Ты не должен смотреть. Вот так вот Славику в окно. Или там Роберту, или Паши. То есть некуда смотреть. Ты должен как бы. Хотя вот зелень тоже есть. Много зелени. Но сюда ее тоже поставить нельзя. Потому что хотелось бы, чтобы здесь стояла такая резиновая надувная. Типа бассейн такой. Сейчас есть там. Продаются недорогие там. Не знаю, там сколько они там. По 50-60 тысяч. То есть хорошая джакузи, она стоит дорого. Там миллион, полтора, два. А обычная резиновая надувная. Ее можно купить там. За 60 тысяч, например. Вот. А здесь бы, наверное, стоило бы поставить как бы диван. Наверное. Как бы вот такой диван, например. Чтобы, ну. Может быть и там что-то из мебели. Ну, чтобы как бы дети купали, взрослые сидели, отдыхали. Сюда маркизу было бы неплохо когда-то повесить. Чтобы нажал на кнопку. Она раз. Откатилась в жару, да. А здесь, вот с этой стороны, я бы, конечно, поставил бы, если честно, такую зону спортзала бы сделал. Чтобы можно было выйти здесь потренироваться. Что там, какой-нибудь там, гири. Я не знаю, что-нибудь такое. Да? Из нас, конечно, спортсмены еще те, но тем не менее. Вот такая мысль. Но вот это вот непонятная история. Все перекушено. Не люблю когда. Знаете, все это перекушено. Надо поправить. Вот. Но вот, Андреевна, это я поставил специально себе, чтобы книжечку взять. Это я буду пробовать это, учиться. Ну, ничего, так она, на самом деле, вот так вот залазишь так. Я, правда, несколько раз пробовал. Почитаем. Пока, этот, не стемнело окончательно. По восьмого. Почитаем. Нет, в принципе, нормально, зелень есть. Здесь зелень, ты уже лег, уже не видишь грязи, это глина уже. Ты видишь только вот так вот. Зелень, зелень, зелень. Тут чуть крышу, чуть крышу, чуть крышу, и опять зелень, зелень. Нормально. В принципе, нормально. Теперь понимаю, почему она здесь часами проводит время. Здесь, оказывается, по кайфу, на самом деле. Здесь поспать можно. Ну, периодически многие спрашивают, насколько вам комфортно в Сочи, не жалейте ли, что вы переехали и так далее. Ни разу не пожалел о том, что я переехал из Москвы после одни, 20 лет с лишним. Я прожил в Москве и вообще ни разу. Ну, где бы я в Москве мог так выйти? Нет, конечно, можно было бы выйти там, допустим, квартира была бы или там дом под Москвой и так далее. Но многие не понимают, да, особенно товарищи, которыми я в Москве общался, работал. Они говорят, Дим, ну, жил нормально, припевающе, в принципе, как сыр в масле занимался и респонденцией. Вдруг поменял полностью род деятельности и переехал в Сочи. И сейчас живешь, они тоже видят там по сторицам, живешь, парковки там нет, ничего нету там и так далее. Там неблагорожная территория, там ничего не можно доделать, может, надо поменьше дом купить и так далее. Я говорю, во-первых, всему свое время, всему свое время, однозначно. И, в принципе, да, конечно, совершенно другой уровень здесь заработка, если сравнить с Москвой. Я сейчас говорю про свой род деятельности, респонденцию, я не сравниваю риелторов московских и сочинских. Нет, ничего не могу по этому поводу сказать. Вообще, это крайне индивидуальный вопрос, я считаю. То есть, есть риелторы, которые там за несколько месяцев или полгода или год ни одной сделки нету, а есть, у которых в месяц там по, может быть, 5-10 сделок. Не знаю, не буду говорить. Могу только за себя сказать. У меня ни разу больше трех сделок не было в месяц. И это там с учетом того, что я стараюсь всем сделать бонусы, скидки. Это небольшие деньги, еще надо заплатить зарплату, поделиться с помощником. Ну, короче, это не суть. Я не пожалел ни разу, ни разу не пожалел, что переехал жить в Сочи. И, ну, в конце концов, со временем там, просто жалко немножко там дачу на Рафаиминске. У меня под Москвой дача там 12 соток, два дома там стоит, хорошая благороженная дача там, территория, лошадный дизайн. И я не могу ее там за 7 миллионов там продать, да. То есть, я бы с удовольствием уже доделал бы здесь себе и двор, и, может быть, домик уж ты переделал бы, кухню поменял бы. Потому что это, конечно, никуда не годится, если развалившись. Это несерьезная кухня там за 200 тысяч рублей, это не кухня, это как бы смехота. Вот ванну бы сделал там для Андреевны, потому что ей нужна ванна в любом случае. Но это со временем, даже если не так, то есть со временем, даже проживая вот так, я вообще не жалею. Ни капельки не жалею. Для меня, мы вообще пришли вот к выводу, мы вчера, да, как раз-таки перед отравлением, так сказать, вернулись. И она мне сказала, слушай, насколько же все-таки это важно, да, нигде мы живем. Да, конечно, она говорит, хочется хорошую машину, ну, она достаточно простая машина, да, вы знаете. Хороший дом, красивый там, все это, все это хочется. Ну, говорит, вот он говорит, дом это бездонная яма, она говорит, туда можно вкладывать, вкладывать, вкладывать. Все надо сделать, все надо сделать, все переделать, это там, можно всю жизнь, она говорит. Гораздо лучше поехать, взять детей, поехать отдохнуть там, или где-то просто по России прокатиться, или еще где-то. Мы вообще за границей не были, не помню, с 16-го или с 15-го года, представляете, ни разу. Поэтому вот такая вот история. А я не жалею, и, насколько я знаю, Катюша тоже не жалеет. Поэтому класс вышел, такое сочетание вот воздуха, влажности, где-то стройка, где-то птички поют. Для меня то, что надо. Я не представляю себя в Москве, сидящем на балконе, читающим книгу там, да, то есть я это вообще не представляю. 18 часов из 24 в рабочем режиме, здесь тоже как бы много приходится работать. Но здесь я себе позволяю иногда отдохнуть, потому что жизнь проходит, и вам того же желаю. То есть разграничивать такой вот безостановочный, так сказать, труд. И время, которое вы должны уделять своей семье обязательно детям, жене, там, мужу, не признается родителям. Родственникам, да. Сейчас пойду, возможно, пожарю сердечки. Класс. Прижить, отдыхать, дышать, наслаждаться воздухом. То, что нужно. Жить надо в Сочи. Желательно не работать, просто жить. У нас другая история. Это тоже неплохо, у каждого своя история. Ну, все. Почитали. Стемнело. Луна появилась. Луна появилась, лезет на стыр, но все выше и выше. Ладно, надо идти. Пожарить ребятам сердечки. Так, что мы имеем? Я побрился. Готов к рабочему процессу. Сынок. Я тебя люблю. Я сильно. Все, на вторую часть у меня не хватило сил. Короче, не будет сегодня никаких сердечек. Решили... Я сильно-пресильно. Я сильно-пресильно. Решили стеки сделать. Честь приезда Марка. Что должно быть в любой семье? Неправильно, не гриль, не гриль, не гриль. Вот что должно быть. Вот. Регидрон. Чтобы обезвоживания не было. Крион. Постепо каждого приема пищи. Но в смысле, если вот так вот траванулись. И вот это обязательно. Вот эта штука обязательно нужна. Весь день вот Дмитрий Александрович потребляет. А, еще и вот. Вот такую еще штучку. Для детей. Если траванулись там. Такая вот история. Ладно. Будем стейк делать. Будем делать стейк. Потому что на сердечке нет времени. Катя хочет подальше лечь и спать. Поэтому. Сделаем. Детям стейк. В принципе, в принципе, я полностью согласен. В принципе. На работе надо, конечно, там рубашка. Или как наших риэлторов заставляют. Костюмы одевать. Но можно просто там маечкой. Футболочку. Что-то надо одеть. Но сейчас же не про это. Мы сейчас же не про работу. Поэтому дома, тем более, в отсутствие кондиционера, можно и так походить. Правильно? Мы же как бы семья. Мы же как-то по пляжу ходим, как бы, в плавках. Изгиб гитары желтой ты обнимешь нежно, струнно осколком эхо пронзи. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрали. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Мечта моя научиться играть на гитаре. Мечта. Но вот честно вам скажу, раз в два месяца я беру гитару. Одну какую-то... Я знаю несколько только песен, пару аккордов. Пытаюсь сыграть и все. И забрасываю. Хотя ничего не мешает по полчаса в день, в принципе, уделять этому времени. Что за человек такой? Как от блеска заката, костер меж сосен пляшет. Ты что грустишь, бродяга, ну-ка улыбнись. И кто-то очень близкий тебе тихонько скажет. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И где-то с болью в горле мы тех сегодня... Вспомним, чьи имена, как раны, на сердце запеклись. Мечтами их и песнями мы каждый вздох наполним. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Изгиб гитары желтой Ты обнимешь нежно Струна, струна Осколком эхо Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Качнется купол неба, большой звезды снежный. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Как-нибудь на пенсии я реализую свою мечту и выучу еще пару песен. А не то, что одну только. Нет, я еще знаю, но... Постой, паровоз, не стучите колеса Кондуктор, нажми на тормоза Я к маменьке родной с последней Приветом спешу показаться на глазах Я к маменьке родной с последней Приветом спешу показаться на глазах Не жди меня, мама, хорошего сына Твой сын не такой, как был вчера Меня засосала опасная Кресина и жизнь моя вечная игра Меня засосала опасная Тресина и жизнь моя вечная игра Ладно, будем усовершенствовать Свои любительские навыки Все-таки надо пожарить стейк, иначе они меня съедят Вместо стейка Семья, всем привет! Это Сычи, Краснодарский край! Так, сейчас новое видео загружу Ребята, где еще можно купить жилье? Работаем! Ремонт мебель и техника Одновременно работаю И плюс еще Нарезал помидорки Сейчас еще стейк приготовлю Дима, хозяюшка Так, засекаем Надо засечь Минута сорок Ребят, через две минуты будет готов стейк Ты что здесь? Ну-ка на место свое Чего хитришь? Иди на место Вот, Маня Вот ты хитри Чего ты человек такой? Вот умничка моя, а? Мое солнышко любименьким Ведь папа тебе столько времени не уделял Прости меня, пожалуйста, родной Прости Я сейчас тебе миска сделаю Прости, родной Мамуль, пойдем? Ну сколько ты можешь заниматься? Весь день, а? Всю ночь Ну сколько ты? Ну сколько ты уже можешь Свои эти Писать, писать Читать, писать Ну Что-то очень важно Я согласен Пойдем Пойдем покушаем Да Ладно, не будем Я не знаю Надо посмотреть вовремя Я то не дожарю То пережарю Любимая, иди поможешь Мне проконтролируй Иди проконтролируй Да? Ну, минута уже полторы прошло Да все Давай, открывай Ну, ты передержал Не, ну почему передержал? Уверена? Может быть не ты держал? Нет Полторы минуты не подержал Да? Ну мягенько А что он был не помыть? Минуту тридцать А что он не помыть его? Да Да Да, был грязный Вот так вот Был потеков Давай, заворачиваем Что-что А фрукты мы очень любим Короче Овощи Овощи, да И фрукты Вот без этого Мы жить не можем Реально Вся наша семья Вот Постоянно у меня Бананы Апельсины Нектарины Ну, можно было еще Пожарить Кого? Ну, возрасте Ты только что не хотела Ты только что не хотела Ты только что не хотела Ну, давайте, мальчики Идите А? Не, не Ешьте Я не буду Я не буду Кать, ну ты что? Я особо не ем Ты же знаешь Ой, Кать Кушайте Я только что поел Наладь камеру Что оно-то Все перевернуто Она уже в шоке Столько камер Сосуды везде следят Ну, давай, давай Порежь Давай Вкусенько сделай Слушай, ну выглядит вкусненько, да? И, кстати, мягко У нас Мамы свой нож У Макары свой нож Сынок Мне кажется, да У тебя нога Этот Маленькая торчит Сынок Как это? Убери, сынок По-братски Ладно Мы сейчас будем кушать Вот такой день у нас Ну, всем плохо Всем тошнит Да? Мне все еще Ты что там Тоже с ножом пришел? Да Сейчас Мне 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 Давай Пробуй Скажи Своё мнение Давай Попробуй Скажи честно Как Давай Реально? Все Всем приятного аппетита И не забывайте Что если вы хотите купить квартиру В городе Сочи Либо любую другую недвижимость Андреевна всегда на связи Тоже плохо, да? Ребят Я всегда на связи Семья Звоните Пишите Не стесняйтесь Марик Скажи пока все Всем пока Пока И зрители моего канала Я всем пока Ну ладно Пока Будьте счастливы Здоровые Любимые Приезжайте в гости к нам Мы вас угостим стейком И я еще куплю Посмотрите на лицо На это лицо Убийца Макак Он режет Аккуратненько Все Обнимаем вас Всем пока Я должен следить за ними Субтитры сделал DimaTorzok